Привет, друзья и коллеги по хобби! Ну что, мои руки наконец-таки добрались до этих светильников. Это наши отечественные православные бимсы. А не какая-нибудь китайская херь. Хотя я уверен, что эти же светильники собраны в Китае. Но разработка именно отечественная. Перед обзором хотелось бы вам напомнить, что мое мнение будет абсолютно непредвзятое по поводу этих светильников. У меня не стоит задача впарить вам этот либо другой светильник. Грубо говоря, я покупаю светильник за свои денежки, либо за денежки моих подписчиков. Снимаю на это обзор, высказываю свое мнение по поводу этого светильника. И светильник либо продается, либо уезжает к какому-то подписчику, кто за это платил, допустим. Поэтому выбор всегда остается за вами. Покупать такой светильник, не покупать, купить другой. Я про то, что обзоры у меня не проплачены. Мне за это денежек, к сожалению, никто не платит. Поэтому приходится все делать за свои денежки. Для тех, кто не знает, это светодиодные светильники с картинкой как у Т5-хлам. Но при этом эту картинку можно настраивать как угодно. По крайней мере, так заявляет производитель. Но на самом деле, благодаря вот этому крутому рассеивателю, картинка получается мягкая, обволакивающая и заполняющая, так скажем. Как у Т5-хламп. И нету, самое главное, нету этой ублюдской дискотеки на дне вашего аквариума. Для меня это немаловажный фактор. Если у светильника присутствует эта светодискотека, ну, откровенно говоря, свет немножечко не дотягивает до хорошего. У этих же светильников такой ерунды нету. Потому что здесь стоит хороший рассеиватель. Конкретно в моем случае, это самая младшая модель. BIMS R4 для морского аквариума. То есть, светильник длиной 40 см. Ну, чуть меньше там. Ну, так вот. Светильник к нам приходит вот в такой вот красивой коробочке. Несмотря на то, что светильник у нас отечественный, а на коробочке у нас все на каком-то иностранном языке, на английском. Ну, ладно, не суть. По спецификациям светильника. Светильник у нас на 60 Вт. Длиной он 40 см. Ну, чуть меньше. И вы можете такие заметить. Блин, а что так мало? 60 Вт. Да, наверное, это маловато. Но, с другой стороны, тот же самый Тор, который я недавно обозревал, он тоже на 60 Вт. Но вот этот светильник даже некорректно сравнивать с этим Тором. Потому что он оставит его далеко позади. И по своим настройкам. И даже по софту. И самое главное, по качеству картинки. То есть, именно под этим светильником ваш аквариум на самом деле будет выглядеть куда круче, чем под каким-нибудь китайцем. Это, говорю, не реклама, ничего. Я уж какое-то время, ну, вчера весь вечер с ним игрался. И также у меня на руках тот же самый Тор. И я хочу сказать, что вот этот светильник на несколько голов выше, чем китайцы. Честно. Что же такого хорошего в этом светильнике? Ну, во-первых, для себя я отмечу, что хорошего в этом светильнике, что здесь 7 управляемых каналов. То есть, они управляются по отдельности. Не так, как в поп-бломах, допустим. Да, у тебя основных 3 канала. И ты их там как-то настраиваешь. Как бы вам так объяснить? Допустим, вы художник. И у вас всего 3 кисточки с разными цветами. Наверное, пример не очень удачный, потому что из основных цветов можно сделать все цвета другие. Ну, грубо говоря, если вот нельзя, допустим, их смешивать. Вы как и вот этими тремя кистями рисуете картину. И вроде что-то неплохо получается. А потом, через какой-то момент, вам дают 7 кистей. 7 цветов разных, неповторимых, допустим, которые вы смешивать не можете. И вы начинаете рисовать картину и понимаете. Ну, в принципе, до этого вы страдали хернёй, а не рисовали. Так же и тут. По настройкам я имею в виду. Потому что до этого всё было как-то, ну, так. Как-то непонятно. А тут у вас есть возможность настроить картинку именно так, как вам нравится. Добавить именно тот цвет, который вы хотите. А не который заложил производитель, а когда объединил в один канал и зелёный, и красный, и ультрафиолет. Как на том же самом Торе. Тут всё это разнесено по разным каналам. Это, несомненно, большой плюс, большое преимущество по сравнению с другими светильниками. Ну, и какие же каналы у нас есть. У нас тут прямо на обратной стороне спецификации написано размеры, вес, сколько он потребляет из розетки. Допустим, из розетки он потребляет 60 Вт. А диодов в нём стоит на 100 Вт. Соответственно, значит, эти диоды используются далеко не на полную мощность. Кстати, мы и про это ещё поговорим. Так вот, у нас вот тут присутствует 7 каналов. Первый канал – это ультрафиолетовый канал, Royal Blue канал, Blue, Бирюзовый, Mint, PC Ember и Красный. И заметьте, нет белого светодиода. И вы можете так и сказать, блин, ну с белым-то как это без белого светодиода? Допустим, в фобулиумах стоит белый светодиод. И можно включить его. И картиночка под ним, ну да, ну такая, типа белый, используется не сильно много. Но когда мы хотим создать белый спектр путём смешивания всех этих 7 каналов в определённой пропорции, цвет получается на самом деле гораздо красивее, чем просто белый светодиод. Кто бы вам что ни говорил, что типа вот белый, вот это полноспектральный, и этого достаточно. Да для роста, наверное, достаточно. Ну, когда вы смотрите на один светильник, тут просто белый горит. И когда тут вот горят все 7 каналов в определённой мощности, и тоже получается белый спектр. Вот где 7 каналов, свет на порядок красивее, чем где просто один белый светодиод. Или белый плюс синий светодиод. Вот хотите верти, хотите нет, это уже не первый мой такой светильник в том плане, где можно каждый по канальному регулировать, да. Возьмём тот же самый Радиом, потом у меня был питерский Блейд Уна. И вот там в Блейд Уна не было белого светодиода. Там получалось, что белый спектр получался из всех основных цветов. Я не помню, там то ли 6, то ли 7 каналов было. По-моему, 6. Ну, не суть. Картинка получается лучше и как бы более насыщенней, что ли. Когда каналов много и каждый выставляется отдельно. И нету белых светодиодов. Мне кажется, что белый светодиод, ну, такое себе решение. Лучше, когда много разных каналов. Пришёл он мне, кстати, с деком. Сейчас я вам скажу. За... Поменьше, чем за неделю. Ну, потому что светильничек был в наличии. Естественно, это не первая моя распаковка именно этого светильника. Потому что я им уже игрался. И я хочу сказать, упаковано всё очень хорошо. И именно провода. Хорошие по качеству. Длинные в комплекте идут. Потом у нас идёт вот такой вот удлинитель провода. То есть, смотрите. В комплекте у нас идёт блок питания. Ну, блок питания не дешёвый китайский. А... Как он? Менвэловский. То есть, это довольно хороший блок питания. Так вот, смотрите. От этого блок питания идёт вот такой вот разъём к светильнику. Если вдруг по какой-то причине вам не хватает длины этого провода. Хотя он довольно длинный. Давайте я вам сейчас покажу. Я его, кстати, не разматывал. Поскольку он полтора метра, наверное. Да, может быть чуть больше. Может больше полутора метров. Так вот, если вам вот этого полутора метрового провода вдруг не хватило. То есть, у вас тут ещё есть столько же. Но тут уже боковой разъём к светильнику. То есть, уже вариативность подключения светильника. Мне это нравится определённо. Дальше, что у нас по комплектации. Я заказал светильничек с подвесами. К стоечке или ещё к чему-нибудь. У меня вот подвесики такие. На тросиках. Ну, тут шестигранничек, чтобы настраивать вот эти вот ползуночки. К чему подвес крепится. Ну, и, соответственно, сам светильник. По дизайну, ну, такая вот радиатор шпала такая, скажем. Но при этом я хочу сказать, что мне этот дизайн нравится. Вот у меня был радиум. Он висел вот такой вот плиточкой. Мне это нравилось. И, допустим, если у меня будет висеть вот такой же вот светильник, мне по дизайну нравится. Вот одна шпала над аквариумом. Они, ну, в принципе, и так нормально, как вот эти по булуму висят. Но вот это мне больше импонирует. Когда именно один сплошняковый светильничек над аквариумом висит. Тут у нас этот рассеиватель. Он довольно мягкий. Это не акриловое стекло, как обычно делают, а плёнка. Я смотрел на канале Глазбокс ТВ у Платона интервью с Дмитрием Карпенко. Скажем так, создатель сия шедевра. В общем, смотрел интервью. И это не просто там какая-то плёночка с каким-то там никаким покрытием. Они специально разрабатывали вот этот рассеиватель, чтобы он меньше задерживал света, но при этом лучше рассеивал. Поэтому тут на самом деле много чего всего продумано. Так, чтобы мы получили больше света. И при этом светильничек, допустим, даже сильно не перегревался. Хочется сказать ещё по поводу софта. Это вообще отдельный разговор. Это прям, ну, на самом деле круто. Так вот, давайте пока по внешке пройдёмся. По качеству сборки. Давайте я тут немножечко домотаюсь. Я тут, когда его распаковывал. Кстати, на светильничках, вот на этих уже есть кнопка программируемая. Пока что вот в этой прошивке, которая стоит на этом светильнике, на неё спектр повесить нельзя. Но чуть-чуть попозже они это дело допилят. И можно будет уже делать какие-то программируемые действия вот на этой кнопке. Так вот, единственное, что мне не нравится во внешнем виде, это то, что вот эти вот боковинки напечатаны на 3D принтере. И я это вот так вот вижу, что это напечатано на 3D принтере. Конечно, когда он будет висеть у вас над аквариумом, вы на это внимание, наверное, обращать не будете. Но вот сейчас я вот на него смотрю, да, на обзорчик, когда с ним игрался ещё. То да, мне это не очень нравится. Я хотел бы, чтобы при такой цене на светильник, тут прям было не до чего по внешке докопаться. Есть небольшие зазорчики, допустим. Ну, допустимые. То есть это я уже докапываюсь, потому что, ну, в дальнейшем мне просто не к чему будет докопаться при обзоре вот этого светильника. Так вот, у меня просто вопросы вот к этим боковинкам. Мне они не очень нравятся. Я хочу, чтобы они были прям вот как монолитные литые, грубо говоря. Ну, то есть чуть-чуть доработанные, чтобы шероховатости не было. А так всё гуд, кроме вот этих боковушечек. И по поводу системы охлаждения ещё сразу хочу сказать. Тут у нас нету активной системы охлаждения. И вы такие можете сказать. Ну, без вентилятора, наверное, он сильно греется. А вот хрен-то там. Софтом он ограничен, чтобы он прям на сильную мощность не врубался. И то есть вчера он у меня поработал, повисел в спектре на максимально допустимой мощности в простом режиме. И я спокойно могу его взять вот так вот рукой и держать. И он так сильно не нагревается, как, допустим, предыдущий светильник, который я делал обзор. То есть система охлаждения здесь работает хорошо. Ну, оно и неудивительно, потому что здесь сам радиатор. То есть и ребрышки довольно высокие, длинные. И по бокам даже ребрышки охлаждения есть. То есть в этом плане продумано всё очень даже хорошо. Ну, заключение по поводу комплектации. Комплектация, я считаю, гуд. То есть по качеству комплектации провод мягкий, хороший. Блок питания хороший. Не самое дешлачное китайское говно, а минвеловские блок питания, они, как правило, одни из самых лучших на рынке, если не самые лучшие. Плюс у нас идёт дополнительный провод с боковым разъёмом, чтобы вы могли, допустим, когда у вас от светильника... Вот если вам не нравится прямой разъём... Сейчас, секундочку, куда-то втыкивать вот так вот. Если вам вот так вот не нравится, да не вопрос. Вы это убрали и поставили другой. Вот так вот. И он у вас туда сразу за аквариум пошёл. Ну, вот это прям мне нравится. Давай, вылазь. Короче, мне нравится. Такой вариант. Ну и, соответственно, подвесы в комплекте. Хотя можно купить и без подвесов. Подвесов, то есть подвесы, это уже считается опцией за отдельные денежки. Кстати, светильничек вот этот вот я урвал по новогодней распродаже. Если вы успеете, ссылку я оставлю в описании, где можно, на каком сайте заказать этот светильник. Если вы успеете перед Новым годом купить эти светильники, то они обойдутся с приличной скидкой. По-моему, на R4 сейчас 25% скидка. Это очень хорошо. Я сейчас точно по ценам не вспомню. Но вот он мне обошёлся в 18 с копейками, грубо говоря. И за вот эти денежки я считаю, что прямо это удачное решение. Потому что то, что можно купить за двадцатку два китайца, это понятно. Но когда вы хотите действительно прям хороший свет, я считаю, BIMS на самом деле, да, после того, как я поюзал его сам какое-то время, да, небольшой промежуточек времени, всего один день. Но именно по картинке я уже могу сказать, что мне нравится. Я считаю уже, что это довольно хороший свет. Как он себя покажет в перспективе, да, будет ли он всё исправно работать, я пока что сказать не могу. Потому что у меня нет такого большого опыта в использовании вот этого светильника. Но я думаю, в дальнейшем проблем возникнуть не должно. Ну так вот, по комплектации, да, всё good, всё отлично, всё как бы меня устроило. Всё хорошо. И упаковка хорошая, мне всё понравилось. Теперь мы, наверное, я немножечко расскажу о софте этого светильника. Вот тут-то прям вообще. Я до этого говорил, что там у того же самого Тора софт мне понравился. Да, там тоже хороший софт, хорошие пресеты, как бы удобненько всё работает. Но тут нам дают возможность не накосячить сильно. Точнее, нас берут за руку и говорят, на, вот тут вот ты должен ввести свои параметры аквариума. Какие обитатели в твоём аквариуме, ну именно кораллы, да, насколько зрелая твоя система. Как часто ты делаешь подмены. И путём вот этих вот опросов светильник тебе выдаёт нужное значение света для твоих обитателей и для твоего аквариума в целом. Это, несомненно, огромнейший плюс, потому что, вот как новичок, вы не пожжёте сразу нахрен все кораллы. Как можно сделать под любым другим светильником, где вы на радостях сразу-таки поставили светильник, вхерачили его на все бабки и неделю за неделю смотрите, как ваши мягкие кораллы выгорают. Или жёсткие, или ЛПС, допустим, да. Тут вам не дадут этого сделать. То есть, вот эта система, кстати, интуитивно понятная, там всё прям по шагам делается. Вот эта система бережёт вас от ненужных трат, так скажем, по неопытности, когда вы можете накосячить им со светом. А со светом довольно легко накосячить, когда, говорю, вы врубаете прям чересчур мощно. И помимо вот этих вот ограничений, вам ещё показывается, при каких мощностях, вот вы настроили этот спектр, настроили спектр. И вам показывается по расчёту, там, математически какой-то встроенный калькулятор, я не знаю, как это работает, что при вот таком расстоянии от светильника, 25 см, он приблизительно выдаёт столько-то пар. Но помимо пар, там ещё учитывается суточное количество света. Если я не ошибаюсь, DLA это называется, единица. Так вот, там ещё рассчитывается так, чтобы светильник вам говорил о том, вот вы собрали себе там суточный цикл и спектры, да? И светильник вам говорит, слушай, ну тут ты немножечко переборщил, и света в течение всего светового дня у тебя будет многовато. Давай мы немножечко это дело снизим. Тоже, несомненно, большой плюс в плане софта. Да, может быть, может быть, большинству моряков и не пригодится вовсе такой софт, да, где можно настроить всё, как и чего, и зачем. Все они и так сами уже отлично знают, и некоторые имеют парметр у себя, да, и сами настроят, как им надо, светильник. Но есть люди, которым вот это просто необходимо. Я имею в виду именно такой умный светильник. А некоторым, да, может быть, и не понадобится. Может быть, это излишне в этом плане. Ну и по самим настройкам светильника. То есть, если раньше в других светильниках, которые я смотрел и делал обзоры, там были так называемые пресеты преднастройки. Ты выбираешь определённый график, и всё, типа, и нормально. Ну да, можешь его под себя подкорректировать. То здесь присутствуют не пресеты, а суточные циклы и отдельно спектры. И ты можешь выставить точки суточного спектра, да, в графике. И под каждую точку выбрать заранее заготовленный спектр. И, кстати, прикольно ещё, что ты эти спектры можешь сохранять. Ты можешь этими спектрами делиться со своими знакомыми моряками. То есть, это такая, получается, экосистема этих светильников. Допустим, прикольно, мне понравился у какого-то из знакомых, как у него кораллы выглядят под его светильником, таким же, допустим, да. Я такой говорю, слушай, а скинь-ка мне свой спектр, я его установлю. И мне не надо заморачиваться, чтобы он мне там расписывал, там, вот в это время поставь такое-то количество каналов на мощность и прочее. Он мне просто файлом скидывает спектр, я его себе устанавливаю, так же и суточный цикл. И всё, замечательно. Точнее, не суточный цикл он мне скидывает, а только спектр. А суточный цикл я уже под себя делаю. Но при этом этот суточный цикл работает на вот этих спектрах. Да, наверное, сейчас это выглядит, точнее, слышится сложно. И вообще, даже когда я только начал включать этот светильник, смотреть на суточный цикл и спектр, мне показалось это сначала как-то неудобно по сравнению с теми другими светильниками. Но потом, когда я поковырялся минут 10-15, я понял, что, блин, а это же на самом деле даже удобнее, чем обычные пресеты и обычный график. Ты выставил точки, а потом на каждую точку накинул заранее подготовленные, несуточные эти спектры. И у тебя все замечательно получается. И светильник тебе говорит, пересвет, не пересвет. И по мощности ты приблизительно понимаешь, какая мощность на расстоянии от этого светильника. То есть по парам вот этих вот. Это, несомненно, большой плюс. А, ну и да, совсем же забыл сказать, что этот светильник управляется, ну, с любого девайса, где есть Wi-Fi. То есть с планшета, с телефона, с ноутбука ты можешь управлять этим светильником. То есть никаких проблем, все коннектится, он его сразу видит. И все довольно удобно. Ну и по настройкам. То есть когда мы включаем светильник, нас встречает мастер настройки и установки. Мы вбиваем параметры своего аквариума. Ну, тут у меня вбита 45 на 45 на 40. Метрическая система, сколько светильников. В общем, нажимаем вперед, проходим весь этот опрос. И получаем предложенные спектры. Допустим, да, вперед. Высоту подвеса. Ну, допустим, вот у нас будет светильник висеть где-то сантиметров 15 над водой. Температуру воды даже. Посмотреть популярные суточные циклы. Все. Он нам предлагает популярные суточные циклы. То есть вот. Мы можем выбрать любой из этих спектров. Точнее не спектров, а суточных циклов. И также мы можем их подредактировать под себя. Допустим, вот у меня суточный цикл. И, кстати, сейчас в этом суточном цикле мне показано то, что количество света в сутки многовато будет. То есть красным горит. Так вот. Если я его хочу редактировать как-то, да, я нажимаю. Сейчас нажимаю вот тут вот карандашик такой. Видно, не видно, не знаю. Нажимаю. И каждую эту точку, вот я взял. Допустим, вот эту выбираю. Могу немножко сдвинуть. Могу тут же интенсивность этой точки задать. Это очень удобно. Просто, ну, софт вообще мое почтение. Так вот. Вот мы выбрали, да. Допустим, я хочу вот на вот эту точку поставить свой этот, как его, спектр. Так вот. Я захожу в галерею своих спектров, которые я сохранил, заранее настроил. Ну, типа у меня там, как, рассвет или полдень. Давай вот рассвет поставим. Нет, маловато по мощности. Там не та точка. Полдень. Вот. Все. Точка сохранена с моим полднем. Допустим, вот здесь у меня уже будет другой спектр. Что у нас там будет? Вот у меня, кстати, спектр фоторежим. Хрясь. И все. Синева. Правда, задрано. Она очень сильна. И сразу DLi показывает, что шестерка много для этого аквариума. Типа надо снизить интенсивность до вменяемых значений. Вот получилось 2,4. То есть вот эти будут значения вменяемые для этого аквариума. В общем, настраивается тут все. Как хочешь. Верти, крути. Подсказки есть на русском языке. Пожалуйста, нажал. Тебе всплыло окошечко. Говорит, вот это, вот это дело. Это для этого или для этого. Довольно удобно. Спектры настраивать тоже вообще без каких-либо проблем. То есть захотел там синеву зафигачить. Все. Кстати, все каналы на 100% вы поднять не сможете. Это защита от дурака. Чтобы вы не пожгли. Чтобы светильник работал в приемлемом режиме. Так вот. Все продумано до мелочей, так скажем. Ну что, ждем новую прошивку. Чтобы можно было на эту вот кнопку на корпусе светильника вешать спектр. Вообще будет супер. Настраивается. Говорю, каждый канал. 7 каналов. Пожалуйста. Как ты захотел. То есть не только можешь ползунки таскать. Ну захотел, вводи число вот сюда вот. То есть сколько там сейчас 20%. Давай введем 30. Так, 30. 30%. Обаньки. Все, 30 готово. Так. Ну, блин. Красивый? Красивый получается. Я не про картинку, а про софт. Картинку я такую насыщенную теплыми цветами не люблю. Мы немножечко ее... Вот. Такой вот дневной спектр, допустим. Да, прям как Т5 лампы. И никакой блюдской дискотеки. Помните, если включить, допустим, синие каналы, красные, да? Из зеленых. То получается дискотека. Тут получается, ну, тоже синий с красным, он не особо такой свет. Но дискотеки на дне, как ни крути, ее нету. При таком рассеивателе этой дискотеки быть не может. По-моему, ну, софт... За софт точно ставим пятерку по пятибалльной шкале. Очень удобно. Ну, и подводя итог по этому светильнику. Если вы меня спросите, купил бы я себе такой светильник. Я вам определенно отвечу, что да. Мне он понравился. И это самая младшая модель. Там еще есть Beams Pro и Beams Max. Блин, в Max 12 каналов. Ну, мало кому это пригодится, но возможности там будет дохренище. Так вот, светильники, ну, не дешевые. В общем, ссылочку я оставлю в описании, где вы можете посмотреть и заказать эти светильники. И посмотреть цены на них. Ну, хочу напомнить, сейчас есть 25% скидка на вот эти вот модельки, на R4. На светильники побольше 20% скидка. Так что, если вы хотели купить светильник себе перед Новым годом, сделать себе подарок, да. То, я думаю, сейчас самое время. Наверное, хотел бы, да, попробовать светильник, но не четверку, да. Либо Beams R6 или прошку шестую, ну, по фраговикам. Либо R10 или R8 над основным аквариумом. Но, боюсь, что беда в том, что мне их сразу два понадобятся. Потому что сейчас у меня там в основном аквариуме так разрослись кораллы, что с одного светильника, боюсь, те кораллы, которые находятся позади где-то декорации, они будут немножечко... не хватать им света будет, короче говоря. И, не знаю, стоит, не стоит сейчас заморачиваться с этим светом. Потому что меня, в принципе, мой светильник пока устраивает. Да, иногда, может, хочется больше кислоты. Но у меня там и LED-бара еще в запасе есть. А так, я вот с ним поигрался, посмотрел, как он выглядит над фраговиком, над моим основным аквариумом, да. Блин, мне нравится. Мне определенно нравится. И флюра достаточно, и вариативность настройки каналов вообще запредельная. И это всего при 7 каналах. А когда их 12, ну, это вообще там черт ногу сломит, замукаешься. Выставлять эти спектры... Ну, 12 каналов, вы сами представляете, что... Вот это вот побольше, вот это вот чуть поменьше, вот это вот это вот этого. И ты такой, не знаю, можешь еще вот этого добавить. И у тебя так 12 каналов. Ну, короче, можно просто в эти спектры с головой на неделю, наверное, уйти. И выискивать для себя варианты, которые вам вот идеально подойдут. А можно сделать разные спектры, там, на 5-6 точек дня всего, и он будет меняться в течение дня. Можно и так сделать. Как бы главное, чтобы суточная норма света слишком большая не была, и слишком маленькая. В общем, хочется подвести итог, что да, определенно я могу советовать этот светильник к покупке. Хоть он и не из дешевых. По поводу гарантии, я, кстати, даже что-то не спросил. Год на них гарантии или два. Не знаю. Это уже у продавца спрашиваете. Но в целом, да, я могу советовать этот светильник к покупке. Мне он лично понравился. Мне понравился под ним свет. Из недостатков, лично для меня, допустим, лично для меня. Если цена не по скидке, то для меня цена немножечко высоковата. Но это, опять же, смотря с чем сравнивать. Если, допустим, я на свою банку захочу повесить, на основной аквариум, два Родиона, то два Родиона сейчас вместе с подвесом 100+. Наверное, 110-115. Ну, конкретно в данный момент времени. Все от курса валют зависит. А светильник тот же самый R8 Max, я не помню, там 85 тысяч, по-моему. То есть он будет по каналам круче, по рассеянности света круче, но при этом будет дешевле. То есть тут смотря с какой стороны смотреть. Да, поскольку я нищеброд, для меня эти светильники дороговато считаются. Но можно чуть-чуть подкопить и взять. Скажем, на тот же самый фраговик R6, да, можно повесить вместо двух вот этих вот светильников. Как бы не вопрос. И играться с этими спектрами. Да, под ним будет определенно лучше всего это дело выглядеть. Так что, да, я думаю, что можно покупать этот светильник. Можно спокойно, то есть без задней мысли, что что-то не так, что-то, может быть, есть что-то варианты лучше. Всегда на том берегу, как говорится, трава зеленее. И даже покупая те же самые родионы, пятые или шестые, и придя к какому-нибудь своему коллеге-аквариумисту, смотря на его аквариум под тем же самым бимсом, простым бимсом или бимсом Максом, ты видишь кораллы, что у него прикольнее выглядит, чем у тебя. Ты начинаешь задумываться о том, что, блин, наверное, надо поменять свои родионы. А он может так же сам думать, что, блин, мне нравится больше, наверное, как у тебя выглядят кораллы. Хотя, ну, тут как бы на вкус и цвет все фломастеры разные. Но в этом светильнике, так скажем, этих фломастеров довольно много. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравился этот видеоролик, и он был чем-то для вас полезен. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Ну а мы, как обычно, увидимся в следующем видеоролике. Всем пока!